Всем привет, с вами Мехо, и сегодня я буду рассказывать, как зарегистрироваться на ЕС-24. ЕС-24 Ticket, они два связанных приложения. Вам нужно будет скачать ЕС-24 вот с таким значком, с таким описанием. ЕС-24 Dosoyochom. И второе приложение ЕС-24 Gonyoneme, это Ticket. Еще один маленький нюанс, который я упустила. Прежде чем регистрироваться на этом сайте, ваш номер телефона должен быть оформлен на ваше имя, именно в Корее. На вашу айдишку или на ваш паспорт. После того, как вы его скачаете, заходим на ЕС-24 Ticket. Зашли, убрали рекламу, а нажимаем на Mu с правой стороны, типа мой тикет. Тут нам предлагают зайти. Нажимаем Хвагин. Вот выходит вот эта страничка. Листаем вниз. Здесь есть четыре легких способа, чтобы зарегистрироваться. Или зайти на страницу через приложение Навер, Какао Ток, Фейсбук, упс, и через Аппл. Если у вас Аппл техника, вы можете зайти через Аппл, Аппл Айди. Но так как я буду рассказывать другой способ, это легкие, мы хотим зарегистрироваться прямо в приложении через свои данные, через телефон. Нажимаем ЕС-24, Хуевон Киаип. Вот сюда вот. Далее выходит страничка. Нам нужно поставить везде галочки. Ставим везде галочки, нажимаем на Handepon Engine. Выходит такое окошко, и вам нужно выбрать оператора. Какой у вас оператор, нажимаете. Eskiti Telecom, Kiti LG U+. Или Aldepon. Если у вас Aldepon, там также выходят эти три оператора, то Ка через Aldepon. Так как у меня телефон Aldepon. Другой, не мой. Я буду регистрировать родственника. Нажимаю на Aldepon. Также здесь есть три оператора. И выбираю своего оператора. Вы также выбирайте своего. Выбрали. И нажимаем везде галочки. Нажали. Можете почитать. Можете нажать и почитать, что здесь, какие правила предлагают. Но я читать не буду. Поедем дальше. Нажали галочки, хвагин. Выходит регистрация имени и телефона. Здесь очень важно. Как в Адикаде. Если у вас айдишка, так как это корейский сайт. У вас должна быть Адикада корейская и удостоверение личности. И вы должны будете вводить свое имя, как в Адикаде. Итак, поехали. Буду вводить, выводить свое. Я ввожу свое. Конечно, это я все буду скрывать. Так как конфиденциально. И номер телефона также. Можете писать не в плюс 82, а просто 010 и дальше. Ввели телефон. Нажимаем хвагин. После того, как нажали хвагин, что там нам говорят. Ошибка. Мне пришла ошибка. Я ввожу снова свое ID. Свои данные с ID имя. Ввожу цифры, которые на ID. Там должен быть год рождения, месяц, число и специальный номер. Из специального номера только первая цифра. Значит, год рождения ввожу. Ввела. И в это окошечко ввожу специальную цифру. Ввела. Теперь повторно ввожу номер телефона. Ввела, нажимая хвагин. Хвагин. Ждем смс. Должна прийти смска. Мы вводим 6 цифр смс. Вот пришла смска. Ввожу эти 6 цифр вот сюда. Нажимаю серую кнопочку. Че Чон Сон. Нажали. Нажимаем хвагин. Отлично. Нас перевели на страничку, где мы должны ввести свое ID. Два раза код и также e-mail. Мы должны придумать свое ID, которое будете вводить в том поле, когда вы будете заходить. Да, нужно придумать. Я буду придумывать свое, вы придумайте свое. Для нас в ID нужно от 4 до 15 строчных букв, заглавные нельзя и цифры допускаются. Отлично. Отлично. Я придумала. Мой ID прошел. Обязательно все записывайте, чтобы не забыть. А теперь в двух строках придумываем код. Так. Я нажала одну цифру. Здесь у нас написано от 8 до 20 символов прописных строчных букв. Значит, заглавные буквы допускаются. Также цифры и специальные символы обязательно должны быть в тексте, чтобы ваш пароль был абсолютно сложный и чтобы вас не смогли взломать. Поэтому нужно придумать суперсложный пароль и обязательно его запишите от 8 до 20 символов. Отлично. Я придумала. Теперь нужно повторить пароль. Окей. Пароль повторили. Они совпадают. Теперь нужно ввести e-mail. E-mail также обязателен. Не знаю почему, но всегда на него должны будут приходить письма. Отлично. Пролистав вниз. Здесь нам предлагают ввести адрес. После e-mail нам предлагают ввести адрес. Нажимаем на чусо-чатки. Вроде я правильно прочитала. И вводим в эту строку свой адрес. Поиск нашли. Выбрали. Также дополнительный адрес. Точнее дом. Адрес ввели. Адрес ввели. Теперь вводим дом и квартиру. После того, как все ввели, нажимаем «Чусо и брёк». Адрес у нас добавлен. После этого нажимаем галочки. То есть, если вы хотите получать сообщение по e-mail, нажимаем галочку. И по SMS. Если вы хотите получать по SMS, то будете платить один чоник за SMS. Я нажму только одну галочку, так как я хочу получать оповещение с этого приложения, с сайта на e-mail. Дальше листаем вниз. Здесь написано, по-моему, ваши данные будут храняться год, 3, 5, 10 или всегда. Я оставлю на год. Когда будет обновление на следующий год. Просто придет SMS, что вот у вас обновляются данные. И все. Нажимаем на синюю полосочку «Kaib OneReo». Вот и все. Написано, что регистрация участника в ЕС-24 завершена. Здесь предлагают купон на 20% или 3 чоника. Да, все. Теперь можно нажать «Хвагин». Ну вот и все. Мы зарегистрированы. Если вам понравилось видео или как-то помогло, поставьте большой пальчик вверх. С вами была Мехо. Увидимся в новом видео. Всем пока-пока.